Эльвира Алтунбаева каждые выходные ездит на дачу к родителям. Говорит, добираться на автобусе удобно, рейсов достаточно и автобусы ходят регулярно. Во время поездки Эльвира, как и все пассажиры, старается соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Масочный режим никто не отменял. Это все везде информация, мы везде все всегда соблюдаем. Всегда в наличии у меня есть еще дополнительные маски, вдруг кому-то пригодится. Дачные автобусы отправились в первый рейс 1 мая. Количество маршрутов в этом году 29. Они будут работать с мая по октябрь. В выходные и праздничные дни для перевозок задействуют до 57 автобусов. В будни порядка 50 транспортных средств. До дачных поселков можно доехать в среду и пятницу, а также в выходные дни. По вторникам и четвергам организована работа маршрута номер 170. Контролеры на каждом маршруте проверяют соблюдение масочного режима. Все автобусы проходят санитарную обработку. Автобусы обрабатываются перед выходом в рейс и по окончании работы. Между рейсами на самых напряженных маршрутах обработка осуществляется только путем протирки перил и поручни. Стоимость проезда осталась прежней. Оплату принимают наличными, банковской, транспортной или садовой картами. Для удобства пассажиров работа горячих линий синхронизирована. Дачные автобусы будут отправляться с остановок Аврора, завод Металлург, дом Печати, Управленческий, Георгия Димитрова, проспект Ленина Первомайская, Хлебная площадь, улица Бакинская, пригородный автовокзал. Посадка в автобусы шести маршрутов, начальным пунктом которых является площадь Кирова, организуется на улице Физкультурной. Подробные информации на сайте администрации Самары. Сергей Кизоркин, Никита Колосов, Константин Головин. События.